17-й на вы, 17-й. После призового места на всероссийском конкурсе жизнь фельдшера скорой медицинской помощи практически не изменилась. Ольга Базовкина все так же заступает на суточное дежурство через каждые три дня и все так же помогает нуждающимся. Ты на работу идешь с полным чувством ответственности, что на тебе лежит вся ответственность того или иного больного, кому ты будешь оказывать помощь. И всегда у меня в голове срабатывает такая доминанта, что к каждому пациенту я отношусь как к своему родственнику. Конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2018 года проходил в три этапа. В начале – региональный. Участники отправляли видеопрезентацию и отчет за три года с 2015 по 2017. Ольга Базовкина стала лучшим специалистом в регионе, завоевала первое место. После победы главный врач городской станции скорой медицинской помощи настоял на том, чтобы женщина поучаствовала и во втором этапе конкурса – всероссийском. Как итог – второе место. Мы все, как узнали, очень искренне обрадовались. В некоторой степени негодовали, почему не первое место. Мы считаем, что она абсолютно достойна. Действительно, вот вы можете пройтись по всей станции и спросить у кого угодно. Базовкина для нас символ радости, смеха, чего-то хорошего, светлого, доброго. На спецовке Ольги Базовкиной красуется небольшая брошь – символ медицины, которую так легко принять за награду. Хотя женщина считает, что победа на конкурсе – это заслуга всего коллектива, который помогал ей на протяжении всей работы. В 22 года Ольга устроилась санитаркой в военный госпиталь. Через два года женщина подумала о том, что она может добиться большего. Ольга поступила в Рязанский медицинский колледж, который закончила с красным дипломом. В 2006 году устроилась работать на станцию скорой медицинской помощи. 12 лет спустя о своем выборе не пожалела ни разу. Оказывать помощь людям, я ее всегда оказывала, оказываю и буду оказывать. Это мое призвание. Я просто от своей работы получаю удовольствие. Трудности на пути Ольги, конечно же, были, однако всегда с ними справлялась. Вот только призналась честно, за свою практику мне приносить работу в дом она так и не научилась. Возвращаясь домой, женщина все так же звонит в стационар, чтобы узнать состояние того или иного пациента, которому она помогала. По совместительству Ольга работает преподавателем в медицинском колледже. Весь свой опыт она передает студентам, как когда-то давно всему необходимому обучали ее. Руководство городской станции скорой помощи заявляет, что выдающихся работников у них много, и каждый достоин отдельного упоминания. Ведь, как сказала Ольга Базовкина, победила в конкурсе не она, а весь коллектив. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».